В Панове стартовал первый всероссийский кинофестиваль «Гудвиншкола». Сюда, в Центр детского технического творчества «Новация», пришли те, кто хочет узнать, как за определенное количество времени, без помощи профессионалов, снять свой собственный короткометражный фильм. Тема фестиваля этого года – времена не выбирают, в них живут и их меняют. Я считаю, это очень важно, потому что у нас в городе я не видела, чтобы как-то это развивалось. Это очень полезно, и очень много детей, которые сейчас, именно везде с фотоаппаратами, везде с видеокамерой, им это очень интересно. Но они это все на низком уровне делают, и очень многие хотят повысить свой уровень, чтобы потом вышел свет в приличном виде. «Гудвиншкола» сначала задумывался как студенческий проект. Сразу же после его появления в 2009 году «Гудвинам» заинтересовались и школьники. Тогда стало понятно, что камеру нужно отдавать им. Они открыты, креативны и искренни по отношению к зрителю. Показало то, что ребята загорелись этой идеей школьники. Загорелись очень сильно. Были такие классные произведения, они делали вот именно произведения. Иногда они смотрят так на жизнь, что, в общем-то, меня самого иногда пробирает дрожь. Но дрожь – это действительно приятное. В школьном кино нет чернухи и грязи. Молодым режиссерам важно показать, что вечные ценности мейнстриму не подвластны. Дружба, любовь, именно искренняя, настоящая верность, верность слову, верность принципам жизненным. Ну и, как это ни удивительно, но школьники ценят труд. Иваново, кстати, гости из Дубны по шкале талантливой и креативной оценили высоко. За время мастер-класса ребята устроили настоящий учебный полигон. Важно было продумать все – от идеи содержания фильма до его технического воплощения на экране. На афишах будущих шедевров видно, что молодые ивановские режиссеры далеки от классики жанра. Илья Бояринов, например, мечтает снять фантастическую трилогию. В этом году должна выйти первая часть. Некоторая команда подростков получает письма, очень странные, с фотографиями. И случайно узнают, что фотографии эти еще не проявлены. То есть в том плане, что фотографии – они из будущего. И идея заключается в том, что некоторый фотограф, который им отправляет, он отправляет им для того, чтобы они изменили будущее, изменили реальность. В первой части они будут менять, например, некоторую аварию. То есть произойдет какая-то авария, а они должны будут предотвратить ее с помощью вот этих фотографий. Посмотреть на то, как создается кино, пришли и ведущие школьного телевидения. Его руководитель Егор Демидов считает, что говорить с экрана о том, что волнует школьников, хотя и сложно, но возможно. И такие фестивали как раз помогают обмениваться творческим опытом. Интересно сравнить, насколько отличается съемка, насколько отличается монтаж, насколько мысль, которую пытаются ребята выложить, показать, отличается от, например, нашей. И чему-то все-таки научиться. В планах у организаторов кинофестиваля выходить на более высокий уровень. По крайней мере, принять участие в «Зеркале» школьники из Иваново уже готовы. Мы вообще думали об этом, но поскольку мы сейчас хотим попробовать сделать какие-то первые шаги, экранным творчеством школьников в нашем городе еще никто не занимался. Но хотим попробовать, посмотрим, что из этого получится. Будут, если удачные шаги, можно будет продвигать это на «Зеркало». Закрытие кинофестиваля Гудвин ожидается в конце января. За это время каждый из участников проекта сможет попробовать себя в качестве сценариста, режиссера, актера и оператора. Лучше будут удостоены возможности пройти по красной ковровой дорожке и получить заветный приз – статуэтку Гудвин. Нина Сардейская, Владимир Пушляков, РТВ Иваново.